...правомощно-федеральным фактором можно реализоваться установленным федеральным законом по намочке в соответствии с 3-4 федерального закона о выборах президента Российской Федерации. Выпределенный Сергеевный Петр Александрович, на удовлетворение административного сковоза вы не настаиваете. Я не знаю, что про Наталья, я хотел сказать, что у нас с применением силы, не знаю, что еще. Я хотел... ...воглашать на результате решения. ...в удовлетворении административного сковоза заявления Тунцова Екатерина Сергеевна об отмене постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 декабря 2023 года номер 144-111-8 об отказе в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самоотвижения кандидата на борт преднета Российской Федерации Тунцова Екатерина Сергеевна и его помоночных представителей, отказать. ... Вот на сегодня я не могу баллотироваться в президента Российской Федерации. Но я считаю, что нам опускать руки ни в коем случае нельзя, нельзя останавливаться. То движение, которое возникло, оно должно быть сохранено. Я думаю, что формат его мы придумаем, точнее, он уже как будто бы родился потенциально. Сегодня нет партии, которая бы представляла наши интересы. Нет партии, которая бы транслировала одновременно ценности за мир, но при этом еще и отстаивала их. Я считаю, что нам необходимо выступить с инициативой создания политической партии, которая бы у нас всех представляла. Ничего, потому что зарегистрировать партию не менее сложно, чем... Если Бориса Борисовича Надежда нас зарегистрирует, то, конечно, мы будем обращаться к своим сторонникам с просьбой поддержать его в сборе подписей. Пока мы, правда, не знаем. Видите, что кандидатов не так много остается. В принципе, нам говорят про каких-то 29 человек, которых мы никогда не видели. Денис Дорогеев, можно что-то сказать? Спасибо. Спасибо.